У Могилёве распачался фестиваль духовной музыки «Магутный Божий». Он ведет свою историю 1993 года. Жить у згодзии миры – такая основная идея «Магутного Божия». Его идея – сближение христианских конфессий, православных верников, католиков и протестантов. У Межих фестивалю, что дня до выходных, працует духовно-осветницкая выстава «Кермаш» «Беларусь православная». И она так само присвечена 300 годзю православного осветника Могилёвского архиепископа Георгия Каниского. Так, святый Лисоветинский монастыр в Минску пропанувая выробы своих майстерни и подворку, а дать деньги до прихожих сувениров. Их призначение радовать людей, а мы то делу «Кермаши» – доброчинность. И основная, конечно, наша цель здесь, если мы соберем какую-то жертвочку, чтобы помощь принести людям. Халунная падзия фестивалю «Магутный Божий» разворочиваются у кафедральном костюля небоузяти святой Девы Марии. Тут отбылся перший концерт Могилёвской городской капеллы и гостей из Москвы и Рыги. Хор Рыжского латышского товарыства «Ауструмс» и хор товарыства латышской культуры «Талава» из Москвы у першинё у Могилёве. Надо любить музыку. Если ты полюбишь музыку, значит, ты можешь полюбить того, который рядом с тобой исполняет её. У величным костюля гучали Бах и Вивальди. Это было грандиозно. Барокко – великая музычная прохожусь и глядачы, а на концерте быван шлах, сгодная с нами. Заряжаемся энергией, любим гармонию, звуки и живую прекрасную музыку. Понимаешь, что есть на свете вещи гораздо более важные, чем деньги, ежедневная суета, забота. Есть что-то ценнее, чем это. Что чувствуете? Восторг чувствую, положительные эмоции. Просто изумительный концерт. Бах, Вивальди. Что может быть лучше, как исполнять её именно в таком вот месте, аутентичном. 1200 гостей из 18 краин. Прымая областный центр на фестивале. И не здарма святкование своего юбилея, Могилё распочиная духовной музыкой. Магутный Божа протягнется до другого липеня. Илона Иванова, Денис Бутылин, Новины региона.